Добрый день, уважаемые коллеги. Будем приступать к нашему традиционному мероприятелю, который, напоминаю, встречается от семинаров, научных конференций тем, что это неформальное общение, и нужно задавать вопросы, обсуждать, вступать в дискуссию с докладчиком прямо по ходу его выступления. Поэтому, чтобы быть к этому готовы. В старатуре по математическому выделению в 2020 году существует институтацию по автоматической настройке гидрометеорологических моделей. На ней занимался исследованием в области автоматического математического обучения, возглавлял создание открытого фейнбоком ПИНДОО. В 23-м году в рамках программы «Приоритет-2030» была поддержана заявка Николая на предыдущие в области медного учрения и создание лаборатории «Авто-МО». Другое направление исследования генеративный дизайн физических объектов в рамках этого направления у нас создана открытая библиотека «Гефест». «Является внезапом крытого хода, миницированному серию металов, научными опенсорс и движений ЭТМО «Опенсорс». «Если что-то читаете, что оно намное, вы сможете сказать, что это слово представляется для доклада». Добавляйте особо ничего, я поставлю сразу перейти к делу, потому что рассказать очень много чего, но время все-таки довольно ограничено. Действительно, мне нравится задавать активнейший вопрос, если что-то непонятно, остановлюсь и уточнём. Начну с того, что такое автоматическое машинное обучение и какое здесь положение дел на современном уровне, к достижению которого в том числе и университет ЭТМО причастен. На самом деле, автоматическое машинное обучение – это следующий уровень на обычном машинном обучении. Мы умеем заставлять компьютеры решать задачи предсказательного моделирования, классифицировать объекты, предсказывать какие-то значения, определяющие типы и т.д. На изображениях, на текстах, на личных данных ковременных рядах. Но на самом деле создание такой модели – это огромный труд для экспертов, они труд часто рутинный. Есть множество дейтасайтистов, их учат, как выбирать параметры, как выбирать тип модели, как объединять модели. Но это большей частью не творческий процесс, а рутинный. Поэтому несколько лет назад, в году, наверное, 16-го, появились первые работоспособные решения, появилось автоматическое машинное обучение, которое, используя методы оптимизации различные, пытается структуру этого пайплайна моделирования подобрать. Как предобрабатывать данные, как выбирать признаки, какую модель выбрать, как ее настроить, как ее провалидировать. Это такой блочный процесс и сигнал, на самом деле, такой простой линейный, дальше к этому вернемся. И сейчас год уже 16-й, 23-й, и создано очень много решений в этой области. Есть то, что решает отдельные задачи, отбор признаков. Множество библиотеков, это тоже выкнул создана, не ранее, а коллегами из лаборатории КТ. Есть библиотеки для синтеза новых признаков. Оптимизация гиперпараментов. Тоже множество различных библиотек, которые позволяют не ручную перебирать, и даже не полным перебором искать, не случайным поиском, а с помощью каких-то метаэвристик решать задачу оптимизации, именно конкретную настройку гиперпараментов максимально быстро. Библиотеки для объяснения. Но это все перечатки. То есть это облегчает дейти-санитисту часть его работы в создании этого байклайна, но все-таки не позволяет им просто получить готовое решение и при этом достаточно качественно. И здесь определяются две области. Первая – это нейроэкетерти-серч, это подбор архитектуры нейронных сетей, преимущественно-сердничных. Потому что архитектура современных нейросетей может быть очень сложной, и практика показывает, что под разные задачи она должна быть разная. И вот тут чудовищно вычислительная сложность этой задачи, потому что обучить эту нейронную нейросеть. Это хорошо, если часы могут быть и дни. Которая человеком решается с трудом, он может опираться в какие-то лучшие практики, но вот перебирать, как-то эволюционировать структуру, и тут он ему уже не парсирует. И вторая область – это аккомодительский поиск хайплайна, называемого классического машинного обучения. Эти лаборируют не только нейросети, но и модели достаточно известных градиентного бустинга, случайного реца, множество простых и сложных моделей, и нейросети тоже, которые для задач на табличке в данных временных видах не нуждаются в каком-то суперсложном блоке обучении, но нуждаются в этой задачи подбора хайплайна. И здесь приятно сказать, что среди вот этих сейтовзарных решений есть два российских. Один ЛАМА – это создан в лаборатории Сбера, а второй ФИДОК – это создан у нас в университете ИПОК. И здесь это решение общего назначения. Есть решение специалинированное. Это значит, прогнозирование временных ФИДОК. Например, она очень популярна вообще в Мелитре. Минимум 60-х годов занимаются, ну, на самом деле, гораздо раньше. Но вот автомат для нее – это вообще отдельная область. И, наверное, до того, как мы это реализовали, вообще не было таких решений, которые могут одновременно подбирать и байтлайн для классификации, и технологии байтлайн для временных видах. Это было две разные. Что сейчас, значит, это универсальное решение? Мы же ВАМИ, в Африк-Леоне это добавили. Вопрос, да? Да, можно? Да. По поводу моделирования и предсказания временных рядов. Правильно? Вот есть ли какое-то формальное, математическое ограничение на класс этих временных рядов, поведение которых можно предсказывать будущее? Почему я задаю такой вопрос? Ну, вот есть временной ряд – это курс валюты. Но вот кто бы научился его предсказывать, был бы гильярдер. И таких попыток не было построить, не удается. Правильно? Ну, даже бывают случаи в ближайшее время построить. Поэтому интересно с математической точки зрения как формализуется и ограничивается класс вот этих временных рядов, в которых решаемы с приемлемой точностью взаимодействия предсказания будущего поведения. Ну и понятно, что на каком-то горизонте. Улегче на… Математический временный ряд можно рассматривать как реализацию некоторого случайного процесса. И фактически мы можем настолько воспроизводить… Это хорошо. Да, да. Мы можем настолько воспроизвести этот временный ряд в будущее, настолько мы способны смоделировать этот задач в его основе и случайный процесс. Если это просто белый шум, то там и прогнозировать нечего. Мы можем сцеплировать какое-то реалистичное подобие этого ряда. Но действительно, если нет какой-то полезной информации, которая нам позволяет выделять прогноз, например, нет явного тренда хотя бы, то здесь довольно сложно. По факту сейчас машинное обучение лучше всего работает в постановке авторегрессии, когда есть какое-то множество исторических значений ряда. На нем модель обучается так, чтобы, ну, минимизировать, соответственно, и снищение дисперсии. Понятно, одновременно это невозможно. Но вот ищут некоторый компромисс, который позволяет, с одной стороны, сохранять реалистичность процентов ценам, с другой стороны, придаться что-то присказывать. Если говорить о задачах присказания курсов валют, биржевых котировок, здесь, на самом деле, основная сложность в том, что оказывается человеческое влияние на процент, и фактически кто-то принимает решение, на основе которого и происходят скачки временного ряда. То есть есть область технического анализа тех же биржевых котировок, где в прошлом ищутся какие-то паттерны, которые позволяют предсказывать будущее с какой-то точностью весьма невысокой. И вот для таких задач, как машинное обучение, автоматическое машинное обучение, оно справляется. Но проблема в том, что так как на рынке все пытаются заработать, то их точность, как правило, недостаточно, чтобы выгоду получить, потому что много таких пунктов, много социализированных моделей. Лучше всего это работать для процессов, обословленных какой-то физикой, даже гидрометеорологией, технические системы, где есть какая-то система, которая описывается пусть эластично, но у нее есть свои законы поведения, и, соответственно, можно ее как-то адекватно представить. И здесь нельзя сказать, что любую задачу прогнозирования в любых годах можно таким способом решить, но можно пробовать сделать кризиску к чему-то реалитичному. Это зависит от того, как мы используем эти данные. Когда мы используем прогнозы для принятия решения, это отдельная наука, неопределенность, а тренивать, ценить риск и так далее. Здесь важно не любить какую-то тушь, если любую машинному обучению, искусственному интеллекту, даже самому современному, а всегда понимать, какие проговорки и настоящие общие решения приняты. Ну и, наверное, помнить о том, что сама регрессионная модель может быть нестационарной. То есть со временем ее свойства могут меняться, и меняться иногда очень быстро, когда происходит, но, опять же, биржевые протестировки просто все обваливаются, просто другие условия становятся. Да, безусловно, здесь можно как нестационарность самого процесса, который невозможно уплатить по имеющимся данным. Как правило, временные ремны обычно короткие, в том плане, что нет каких-то наблюдений за десятки, сотни лет, даже обычно это уже прекрасный случай, но при этом, да, можно вообще какие-то внешние воздействия системы, применяя ее состояние, и вообще вся модель становятся институтом. И тут как автоматическое машинное обучение очень полезно, потому что, если мы ухватили, что что-то поменялось, мы можем автоматически заново построить модель. И, возможно, обратная задача – мы каждый месяц автоматически строим модель, и если мы видим, что модель поменялась, то, скорее всего, поменялась и процесс. Мы настраиваем модель по анализу открытия предсказаний. Алексей, тоже был вопрос? Да, ну, у меня схожие вопросы. Мне понравилась вот эта история с анализом биржевых котировок. То есть я правильно понял ответ Николая, что на самом деле как бы существ… А их же очень много сейчас предложений, что вот у нас такой робот, у нас такой робот, у нас вот так и так далее. То есть все существующие предложения, они на самом деле просто, ну, более-менее все обучены на существующей выборке, и зависит просто от того, насколько, ну, скажем так, как этот робот выставляет ставку, исходя из, ну, понимания ожидания и, ну, условно, взвешивания риска. И те, кто максимально правильно подбирает вот этот параметр риска ставки, те роботы и более-менее там работают сейчас везде, там на Уолл-стрит и так далее. А те, которые как бы риск рассчитывают плохо, то вся эта выборка им не помогает. По сути, да. Здесь просто множество нюансов, связанных с тем, что если бы был какой-то суперэффективный робот, он бы мог заработать все деньги в мире. Но на практике есть множество истории, где прокладывают специальные оптолокольные линии, чтобы задержку подступления данных с биржи уменьшить на одну миллисекунду. Вот эта одна миллисекунда все определяет. И здесь действительно качество самой предсказательной модели совершенно не главный вопрос. Главный вопрос – завладеть той информацией, которая позволяет решению принять. Да, я согласен. А вот у меня тогда тоже дилетантский вопрос для начала, чтобы вот AutoML… Все-таки вот раньше что у нас было? У нас были… Собственно, мы писали какую-то… Ну, то есть машинное обучение, мы собирали какой-то набор информации, писали какую-то нейросетку, нейросетку учили и правильным образом структурировали ей данные. Таким образом, чтобы она как бы обучилась. Вот, собственно, в AutoML принципиальный подход, то, что нейросетка может сама понять… То есть, как бы AutoML может позволить нам разного типа данные скармливать, неподготовленные. Он сам решит, как эти данные нужно структурировать и переструктурировать. Я пытаюсь понять все-таки какое-то принципиальное отличие на пальцах. В случае с нейросеткой разница в том, что AutoML сам соберет эту нейросетку. И действительно, если для повышения эффективности как-то предработать данные, которые в нейросетку поступают, не знаю, снизить их ответственность, то он это делает сам не высокое человека. И, фактически, вот этот труд сбора нейросетки будет очень-очень сильно, ну, на порядке уменьшен для эффекта. Он сразу может запустить и сказать, хорошая модель, плохая. Потом там при необходимости что-то доработать, добавить, но сама модель будет собрана автоматически. И вот этот слайд, на самом деле, говорит о том, что часто нам недостаточно вообще одной модели. Мы хотим объединить предсказание нескольких нейросетей, которые для каждого отдельного подтика задач работают хорошо, чтобы итоговое качество, не знаю, еще на 10% выросло. Это называемый ансамбльный подход, повышает ее устойчивость и качество предсказаний, но вот вручную это собирать часто в невероятных сторонах. А может, когда вообще не нужна нейросетия, там какой-нибудь алгоритм, камни лежат к соседям и их прекрасно выбрал, но это же нужно с алгоритмом перепробовать, и человек этим правилами не занимается, а вот автоэмейли позволяет. Но я правильно понимаю, что авто... Я вот просто чуть-чуть совсем не специалист в этой области. Я правильно понимаю, что внутри автоэмейля мы ему сказали, что ему нужно попробовать. Ну, то есть, как бы, вот попробуй вот это, вот попробуй, не знаю, какой-нибудь стандартный генетический условный алгоритм или еще какой-нибудь. Попробуй вот эти разные варианты, может быть, нейросети различные, и выдай нам решение, что будет максимально эффективно. Или он действительно сам пишет, то есть, он не выбирает из того, что мы ему заложили внутри, а он сам придумывает. Тогда я не понимаю, как этот процесс происходит. Если можно пояснить. Кратко, на пальцах тоже. Он, безусловно, выбирает, так как внутри автоэмейля какой-то алгоритм активизации, мы ему задаем отстранство поиска. И есть некое издранительные технические, из которых он будет собирать вот эти айплайны. И в разных приборах, по примеру, кирпичиков разные. Те-то это прям, ну, такие очень готовые высокоуровневые шаблоны, из которых просто осуществляют выбор. В фейлорке Федот строительные кирпичики – это модели или операции на данные. То есть модели, например, случайные места, еще десятые каналы операции, разные виды снижения равневности, нейные, нелинейные. И вот из таких кирпичиков строится некоторая игра. Существуют еще подходы, где действительно буквально собирается из срокосходного кода модели машинного обучения. У Google был прототип какого-то автоэмэля. Ну, тут просто размер задачи поиска становится не только огромной, еще было это непрактично. Поэтому, да, автоэмэля – это задатель дискретной оптимизации. Он собирает из каких-то строительных блоков готовую структуру, обычную графику оперировать целевой функцией, которая обычно описывается как ошлифтка модели на одолженном уровне. Сколько она правильно предсказывает этих данных, которые автоэмэля не видела при обороне модели и которые сама модель не видела при обучении. Ну, и в идеале мы вообще хотим, чтобы с основного хайплайна мы приходим не только к классическим моделям данных. Знаем мы, что есть какое-то физическое уравнение, которое описывает процесс, например, гидродинамику. И мы хотим, чтобы оно тоже использовалось для предсказания. И возможность сказать, что есть еще такой строительный блок и добавить файплайна, это очень нужно для реальных задач, особенно благоемких. Но вот, до того, как мы за это взялись, большинство решений этого нет. Никакое решение практически не умело. Поэтому, в FreeMarketDoc мы вообще сделали ставку на создание файплайна в произвольной структуре. С одной стороны, пойдя на лист, то пространство поиска увеличивается, и времени нужно больше, более хитрый лейтинг оптимизации, но с другой стороны, мы можем более сложные процессы пытаться аппоксимировать наши модели, можем работать с разными типами данных, некоторыми даже одновременно, можем модульно добавлять новые модели, расширять, и фактически во многом это показало, что сложные задачи это позволяет решать прекрасно. И эксперту, может быть, только в радость, возможность свою любимую модель туда закликнуть, и добавить к ней вот этот автоматический эксперт, который еще дополнительно повысит ее эффективность. Внутри всего этого действительно находятся генетические органы нашей реализации, потому что операторы таций, изменения структуры графа, описывающие байклайнеры, они достаточно хорошо работают с сложными разъясненными структурами, позволяя достаточно долго сомневаться, не заткевать в локальных минимумах, интересные нитериальные решения, потому что хорошо есть качество модели, а что это мы хотим посмотреть, насколько модель устойчива к пункту, или насколько она употребляет память, и сколько вычислительных ресурсов ей нужно, и посмотреть, какие есть компромиссы между непосредственно профессиональной эффективностью модели, и другими ее свойствами, не функциональными. И получается, что у нас на выходе есть некоторый фронт-пайет, набор компромиссов, которые мы можем делать между этими ми критериями. И этот набор компромиссов, из него выбора осуществляет эксперт, но готовит его автоматик. То есть эксперт занимается интеллектуальной деятельностью, выбирает, что ему, собственно, нужно на основе его собственных пожеланий, но делает это не с чистого листа, а уже основываясь на чем-то, что угодно поработал и нашел. И такие припланы очень хорошо адаптируются для разных задач, в том числе таких, за которые в автоматическом режиме до нас вообще никто не брался. Классификация временных рядов, например. В чем там нюанс? нюанс в том, что мы должны перейти от временного ряда к какому-то жатному представлению, например, превратить спектр. И если мы просто добавляем строительный блок, который выполняет спектральное преобразование, боевриятное, топологическое преобразование, то мы под каждый временный ряд можем находить такую структуру, которая вам удалилась и больше эффективна. То же самое с декабинозированием. Если мы хотим перейти к авторевизионной постановке, то часто используют мероприекторные матрицы. Нужно найти размер этой матрицы. Возможно как-то дальше выполнить ее сжатие, преобразование разреженное и под каждый ряд свой индивидуальный подход. И тот же самый генетический алгоритм, если мы просто задаем другие правила поиска, другие строительные блоки, любить свою функцию, то в нашем актоме находятся весьма эффективные кайфланы, для многомерных видов. Несколько примеров, которые за время основания наводнений это был хакатон. И решение автоматическому, о котором немного помогли эксперты с точки зрения постановки задачи, эксперты команды, он вообще взял первое место, то есть обыграл все созданные решения. За счет того, что он использует разные типы данных, и со спутника, и измерения из гидропостов, получился прогноз вообще прекрасный. Можно ставить задачи мультимодально, когда у нас разные типы данных, есть табличка с табличками, а есть текстовое описание. Нам нужна модель на должности NLP, и модель на должность статистического моделирования на таблицах. И такой графовый подход с строительными блоками среднего размера позволяет как раз и такие файклайны собирать. Для многомерного временного ряда, где множество разных компонентов, по-разному моделировать, по-разному и при этом автомат всегда стремится не столько усложнить, сколько упрости. Но где-то можно что-то упрости, не потеряв качество, а где-то нельзя. И вот как раз примененные подходы к оптимизации, с одной стороны, содержат большой слой регуляризации, прощения решений, а с другой стороны, все равно позволяет находиться что-то такое, где каждый кусочек чем-то ценит для получения инвесторов. Если что-то убрать, станет путь. Вопросы, так как появились практические задачи, можно задавать практические вопросы, мы понимаем. Вот прогнозирование наводнений социопрогнозов, это конкретно сказали на реке Лена, правильно? Вопрос, на каком временном горизонте? То есть это прогноз по текущим данным на ближайшие 10 дней, это одно. Либо прогноз на следующий год, как она разольется следующими силами. Просто за такими практическими пояснениями стоит понимание, что вы делаете. Здесь прогноз краткосрочный на 7 дней, потому что это полно. безусловно. Единственное, мы взяли те же данные и поставили задачи прогнозирования на ГОСПФ, но понятно, что качество прогнозирования будет выпущено. Ответим. Я еще раз говорю. Ответим. Это срочно на ближайшие дни будет показателем каких-то датчиков давления, уровня воды. Наверное, Установка задателей была такая, поэтому это было нужно знать именно в ближайший уровень. Теперь второе. Очень актуально классификация сортов вина. Кто это за задача? Это кто? Вы по какому-то должны что-то протестировав сказать, к чему она относится? Сухое? Полусухое? Бордо? Что значит классификация сортов вина? Что сама за задача? Это действительно полуимушечная задача. Мы ее взяли, потому что она классическая, на которой обычно сравнивают такие мультимуляренные решения. Здесь подготовка такая, что есть этикетки вина, есть какие-то свойства. Действительно, нужно протестировать их. Но есть и серьезные результаты это классификация типов топлива, где… А в этикетке должно быть все написано. А вот бывает, что чтобы определить именно лабораторный сорт топлива, каждый изомер стоит миллион рублей. И вот есть небольшая база этих изомеров, есть какое-то текстовое описание, и фактически можно настроить модель, проводить данные, и получается, что можно с очень высокой точностью предсказывать результат лабораторного исследования. И фактически экономить деньги, проводить лабораторное исследование только там, где модель не уверена, то есть как бы что-то странное, на этих новых случаях она будет поставлена… Это работа с текстовыми исполнами данными, по текстовому описанию, не по какому эллиптическому исследованию. да, то есть и текст, и какие-то частовые фактически содержание серии. И вот дополнительно можно еще использовать все эти данные вместе, чтобы получить лучшую модельчик, если мы используем только текст, и только даблиник. Спасибо. Ну и все-таки у нас доступно в виде открытого премлана, открытого года, и на самом деле это дало огромный эффект, потому что нам постоянно пишут, как пользователи из России, которые реконференции услышали, попробовали, так и люди со всего мира, которые мы вообще не знакомы, то есть бывает, что уходят статьи, где про нас пишут, ну, научные, и бывает что-то научпутное, где кто-то из индии пишет, что вот, смотрите, какой интересный прибор для продозирования временных видов. И вот, даже забавно, некоторое время назад мне скидали результаты какого-то опроса для клиентов, с чем у них ассоциируется университет ЭТМО, и одно из с чем он ассоциируется, это видов. То есть, ну, действительно, с точки зрения несмотря на большие училия, которые нужны для популяризации открытых продуктов, в целом для доведения продуктов этого статуса было действительно показать, это оправдывает, потому что аудитория набирается медленно, но не уклонно. Дальше. Мы поговорили про некоторые задачи, но, на самом деле, если особенно говорить о переходе и в промышленность, то там не все можно решить над такими описанными подходами. Ну, например, есть задача классификации временных дел, которые уже в промышленности поиск аномалий, где-то к поиску ошибок в какой-то типизации процесса, где-то перепутанные датчики, например, и нужно автоматически определить, да, датчиков или он. И чтобы найти вот как-то можно вручную строить модель машинного обучения, а можно это автоматизировать. Определение объектов на изображении. Полученные модели нужно еще и использовать, и вот часто в промышленности они используются не на мощных серверах, а чуть ли не на страиваемых системах. И тоже нужно научить это учитывать, строить такие модели, которые на систему запихнуть можно, сжимать модель и так далее, и так далее. И это мы реализовали в рамках расширения нашего переводка в результате уже опробовали на ряде задачи, например, есть магнитограмма с трубопроводом, походчик проходит с магнитометром, и нужно автоматически найти где какие-то трещины на мультфинтеграмме как-то заметны с задачей неочередного договора. И действительно, здесь, если мы используем автоматику постановки, чтобы устроить модель процесса, а потом отклонения от модели процесса, то часто эти отклонения они являются теми аномалиями, которые экспертку поняли. Это изображение. Есть у нас отвал горной породы, больше, конечно, пустая вода, а есть и ценные включения. И нужно их а, б, типизировать при наличии какой-то обучающей выборе. И вот тут эти ансамбли нейронных сетей, про которые вначале вспоминали, тоже могут быть автоматически подстроены, подогнаны под конкретную задачу, и за счет этого будет качество лучше. Так и сами свойства моделей более компактные, потому что они не пытаются решать все задачи плана, они решают одну конкретную. Говорил про микроконтроллеры, мы на самом деле провели уже некоторые тесты, взяли пробы горных пород, и попробовали вот эту большую сложную модель, найденную HTML, и загнать на лаву. И на самом деле получается, что можно там место 40, и уменьшает стоимость платы, уменьшает требования конкретной памяти, часто требования к тому, чтобы это работало практически в реальном времени, поэтому нужно уменьшить время вывода, которое модель тратит на предсказание, это можно задавать как целевые функции, и дополнительную техническую адаптацию выполнять, и вот у нас есть забавные прототипы стендов, где показывается, как модели, созданные HTML, уже загнаны в какую-то железную реализацию. Тут вот выделяются эти типы минералов горных это золото, это периф. Тут решается задача объективной анализы, когда у нас есть какая-то техническая система, небольшой демонстрации, и происходит всякие события, где-то датчик влажностных проводов, где-то начинал появляться вибрация, шум, и у нас есть комплекс датчиков, в которой мы хотим находить аномалии в состоянии технической системы. И за счет того, что в конкретном чемодане записать его за какое-то время рано, где можно построить модель процесса и потом на ней не от него монтировать, как аномалии, это очень полезно, потому что системы диагностики это во многом то, что промышленности нужно, то, что очень плохо автоматизируется, и во что плохо объявляется машинное обучение, потому что модель должна быть каждый раз разная, какой-то датчик узок, может оказаться, что нужно новую модель увеличить. И не будут же на заводе каждый раз звать дейти-сайентистов, а вот запустить еще один цикл HTML, то, о чем мы вначале говорили, что что-то изменилось в социальный процесс, называемый концепт-дриф произошел. И вот тут можно автоматически взять, получить, сжать, запустить систему, обновить, все, все-таки графно работает, не дергать спокойно, и получить просто уведомление. Далее, мы подумали о том, как все это можно еще больше обучить, потому что, ну, на самом деле, вот эта задача оптимизации кодиграфовой структуры, она возникает очень часто и за рамками автоматического обучения. Мы сделали открытый фреймворк Голем, который уже является не инструментом для создания моделей, а инструментом для упрощения создания инструмента для создания моделей. Голем это ягро того же Федота, Федот Индастриал, потому что все вот эти пайклайны удалирования можно представить графом и постепенно эти графы оптимизировать по заданным правилам. Если оптимизатор не знает правил, он ничего не найдет, и найдет что-то безумительное. Однокредитариальные постановки задачи можно применять для активизации структуры боевских сетей, где тоже граф это статистическая модель, которую нужно отбирать под каждую задачу. Для этого есть существующие инструменты, но по факту если мы хотим работать с какой-то модификацией боевских и хотим применить один из логарифтов реализованных для этого, то пользователи говорят, что буквально можно за десяток минут накидать какое-то решение, и получается, что достаточно добавить обвязку и уже есть автоматические инструменты для создания такого типа моделей. Коллеги пробовали для создания рук роботов, для активизации их динамики, структуры, они тоже описываются графом, и удалось взять и те существующие решения, которые были получены, улучшить с помощью эволюции добавить буквально десятки строк-кодов. Здесь мы делаем факту на самонастройке. В ходе оптимизации алгоритм решал задачу мета-обучения. Постепенно корректировал себя так, чтобы лучше подкрыть эту задачу. Например, какой-то тип акции им и постепенно его вероятность снижается. Для того, чтобы конкретная задача решалась лучше. Здесь ставка именно на это. Заголовки немножко говорили про ГПТ, к этому я еще перейду, но, наверное, ничего отличия, что ГПТ, подобные модели в целом, они обучаются вообще всех данных и пытаются все задачи хорошо решать. А часто для лучшего качества можно несколько более спитализировать. Но, дальше поговорим о том, как соединить преимущественные досадки обоих типов моделей. Здесь разные производные решения основаны. Можно уравнения представить и подбирать уравнения под данные. Можно подбирать данные. Один и тот же инструмент с помощью некоторой экспертной адаптации раз, объяснением неправильной и самоадаптации к тому, чего можно самоадаптировать по данному, позволяет решать вообще разные типы задач за рамками уже авто эмэй, это скорее автоматическое моделирование. но это примерно что есть сейчас. Но чего на самом деле хочется, чего не хватает, вроде бы я рассказал, что все так здорово, потому что проблемы уже решены. Огромная проблема в том, что для сложных задач, для данных достаточно большого размера, много признаков, большое пространство поиска, очень много времени может заниматься процессом не всегда это реалистично. Никто не будет запускать автоматическое на месяц и даже на неделю. Сейчас это решение нужно получить на пару секунд. когда, ну, например, сменилось какие-то свойства процесса, перенести на новую конфигурацию оборудование автоматическое решение, и мы не готовы ждать, нам нужно какой-то вариант получить обновленный. Эта проблема может решить метаоптивизация, когда мы используем не только текущий набор данных, но и опыт решения задач на предыдущем. У нас фактически есть набор запусков, которые содержат разные варианты задач, набор данных, и разные варианты моделей, которые я в прошлое время нашел для них эффективные. Есть у нас N задач, мы хотим решить метаоптивную. Можем решать сам по себе, а можем учесть, как мы решали предыдущие N. И до этого мы эту базу собираем и на ней обучаем какую-то метаоподель, которая позволяет повышать эффективность основного подхода к оптимизации. Здесь одна из наиболее интересных задач это как описать задачи, наборы данных с помощью некоторого набора метаоптивных максимально лаконичных. То есть понять, какие задачи похожи друг на друга с точки зрения необходимых для их моделирования а какие нет. в каждом наборе данных текстовое описание технические наборы строк, сбалансированности, несбалансированности, с точки зрения предметной области какие-то описания. И вот все это хочется учить и какое-то компактное сжатое представление оформить для того, чтобы мы снять. Наша задача N плюс 1 похожа на такую, такую, на эту больше похожа, на эту меньше похожа, а что дальше? А дальше мы, например, можем выбирать из существующих решений наиболее похожие и использовать его так называемого теплого старта оптимизации. Когда мы начинаем и с фирменного начального продвижения, и с случайного набора похожего. Но тут все еще сопровняется необходимость оптимизации. Мы можем просто выбрать, но я бы эта модель не будет прям эффективной. Но у нас есть мышечный автораз граффортированных сетей, который позволяет на вход получать графф, а на выходе или предсказывать его какую-то числовую характеристику, или генерировать новый графф. И, фактически, мы можем прогнозировать качество разных вариантов моделей, за счет этого очень сильно ускорять сходимость оптимизации, в нашем случае суррогатного эволюционного алгоритма. или вообще ставить постановку в генеративном плане. То есть, у нас модель, обучившись на вот этом наборе знаний, она может под новую задачу мгновенно прождать новый pipeline, которого раньше на этой базе не было. То есть, вообще буквально за секунды. И это позволяет нам очень редко получить эффективность как TML, и два, за счет того, что у нас есть мощный отдел по эволюционной оптимизации, мы можем этот генерированный pipeline, тем не менее, использовать для того, чтобы с него эволюция попала. Также мы можем модифицировать начальное движение, пространство поиска, вычисление целевой функции. И это как раз, судя по существующему и нашему опыту, и описанию литературы, позволит совершить новый прорыв в области оптимизоля, когда мы можем работать в очень сложном пространстве поиска быстро. Обучение с подкреплением тоже, здесь планируем его включить в состав нашей разработки, потому что оно позволяет организовать такой замкнутый цикл, и, фактически, искать некоторую стратегию создания файлайна. То есть, эксперт, так как делает? человек это дерево принятие решений. Я попробую это, потом попробую это, это, если не подошло, вернуть сюда, попробую еще то-то, то-то. И вот этот логик очень похоже на обучение с подкреплением. И если адаптировать его к такой постановке автоматического машинного обучения, графовое представление объекта поиска, то можно добиться многого. Сейчас есть несколько решений, которые что-то такое делают, но они работают с довольно простыми длинными файлайнами, когда есть просто последовательные. Придоработка данных, модель, результат. И там, естественно, задача строится гораздо проще. Но за счет того, что мы объединим графовые нейронные сети, обучение с подкреплением, мета-обучением и вот всю эту логику, которая была описана, ожидаю, что эффективность подходов, которые начинались с приборки FIDOT, возрастет очень сильно. И главное, возрастет минус для бизнеса, для облачных решений, когда хочется выдать модель не только как можно лучше, но и как можно быстрее. Ну, соответственно, здесь есть некоторая структура этого предлагаемого подхода. Есть также сжатое представление гетапризнаков, есть цикл обучения подкрепления. Награда здесь определяется тем, насколько хорошо наша предсказательная модель собственно предсказывает. Есть различные операции по изменению и на самом деле этот результат может быть даже интерпретируем, потому что эксперту может быть понятно, как именно был собран pipeline, почему, в каком порядке он собирался. Одно дело, будучи не готовы, сколько это запутанное результат, другое дело, показать, как он шел от курсомок сложно. Но не так давно в этой области появились новые горизонты, потому что мощь больших языковых моделей и large language models она объективно во многом пугающая. И естественно, и мы, и наши коллеги, и конкуренты хотели посмотреть, насколько это хорошо подходит для HTML. Почему вообще ожидается, что это для HTML применимо? В целом, если говорить о истории развития вопроса, то здесь есть две стороны. с одной стороны, алгоритмы, которые умеют обрабатывать большое число данных, они постоянно появлялись, серфекционировали, а с другой стороны, технические возможности для обучения этих моделей, тоже сначала отставали от алгоритмов, да и сейчас, в общем-то, находятся в большом дефиците. Но, по сути, с появлением больших широких процедурных данных в интернете, с появлением мощности в группу и созданием угловых алгоритмов, достигнут противнический новый скачок в обобщаемость. И для задач таких вот многоградных, которые я писал, это, на самом деле, очень важно. Все начиналось с довольно простых моделей, которые для целей то в PML, то для работы с тех, которые, на самом деле, носили интерес больше академический. То есть, ГПТ, ГПТ-2, даже ГПТ-3, они практически не были реально полезны, потому что любой специализированный инструмент в любой области их обыгрывать. Но вот ГПТ-3,5 и ГПТ-4 уже качественно отличаются, на самом деле. Ведь, по сути, почему вообще кодекса не научилась создать такие простые модели, в чем разница, что с темной установкой, когда, ну, сыграем базу данных, вручную, или полуавтоматизированный парсинг. Здесь такие модели позволяют вообще чуть ли не весь интернет подавать на вход, и искать, не требуют размеры, просто ищут закономерность. Словно, в автоматическом создании моделей тоже есть закономерность. Ведь, когда человек учится строить эффективный pipeline, строить эффективные нейронные сети, он это делает не то, чтобы перебирая, а то, чтобы смотря на опыт предшественников, и обобщая его. И это очень похоже на поведение большой трехбор моделей. Можно вот на предыдущих сетях? На предыдущих сетях. Просто какое практическое применение? Это просто возможность демонстрировать. Можно научить модели общей сфономерности в последующих слов закрывают на нее часть этих слов? Это просто демонстрация ее, скажем так, интеллектуальных способностей. Какое практическое применение было? Вот ровно такой подход нашел к применению в автоматическом машинном учрении. Они делали так. Они брали структуру нейронной сети, может, убирали один или несколько слоев. И говорили в большой модели восстановили. И их результаты в статье показывают, что часто результаты восстановления гораздо лучше, чем было. Зачем? Это позволяет получить лучшую, в адресном случае, нейронную сеть. Вот такая постановка, когда часть информации прячется, и потом модель пытаются ее восстановить, приводит к повышению качества. заполняет не только локальный контекст, но и глобально все это большие знания. Здесь описано как способ обучения, как можно обучиться такую модель, не размечая. Это не самотек. Но такой вот принцип он дает неожиданные последствия за счет того, что данных очень много, и модель очень большая. Дополнительно, для того, чтобы это вообще работало адекватно, применяется так называемый Reinforcement Learning из Human Feedback. Получение на собственном опыте, где опыт не самой модели, а опыт человека. Во многих моделях, получив какой-то ответ, заданный вопрос, и модель на основе контекста, на основе вопроса выдает какой-то ответ. Можно сказать, ответ нравится или не нравится. И смысл тут не то, что это социальные сети, смысл в том, что сама модель может скорректировать свое поведение, учитывая нравится ее ответы людям, или нет. И считать они полезными или нет. И специализированные технические задания как в PML, как раз во многом возможность давать такой фидбэк автоматизированно за счет того, что мы можем автоматически проверить, какая хорошая, какая плохая, позволяет от вот этих достаточно наивных примеров перейти к чрезвычайно полезным инструментам. Но в чем здесь основной недостаток? В самом начале упоминалась таблица умножения. И большие языковые модели работают с задачами подобными таблицами умножения. Совсем недавно одни из самых больших моделей научились без ошибок складывать два числа. Задача сложения трех чисел, а тем более четырех, умножения все еще остается нерешенной. Но на самом деле это и не является целью существования таких моделей, они работают с последовательными. Они не работают с параллельными данными, с числовыми. И можно понять, специалисты из разных областей. То есть сложение двух и трех чисел как бы не в рамках булли алгебры, где это решается. Компьютеры у нас складывают, то есть правильно понимаешь, что показывают какую-то выборку, и они должны на этой выборке предсказать, как увидев, как складывается 150 плюс 257. Да. Для большой модели, да, она видит множество примеров, которые попадали, где чисто складываются, умножаются, но за счет того, что она скорее работает с текстными последователями, которые здесь были, она очень часто опускает математический смысл этих числов. Выборки и дальше предсказать. В рамках буллион и других. Поэтому здесь очень важно ставить задачи правильные. По-ктикински это символьный искусственный интеллект. И если с ним правильно работать, описывать ему с одной стороны грамматику, в рамках которую он должен опировать, а с другой стороны давать ему некоторого помощника, который за него будет выполнять те операции, буллион, банальные арифметики, высшие математики, то вот тут возможности уже драматически разрастают. О чем вообще в последнее время говорят сообщества моделей? Зачем будущее? Первая вещь это двойные плагины. Плагины это существующие инструменты, вольфрам альфа, который позволяет работать с математикой в символном виде, решать сравнения и так далее, и так далее. И мы можем задать вопрос сети от OpenAI чат двух постановок на расстоянии одного города и сеть выдаст какой-то более-менее вероятный ответ, который совершенно определенно будет не точным, возможно вообще при доме неправильно. Особенно если попросим решить задать нахождение кратчайшего пути, задав расстояние и так далее, но если мы скажем сети, что используют плагину и сеть будет знать, что она может часть этого вопроса переадресовать плагину, то здесь мы получим абсолютно точный ответ, оботнованный, и существует множество таких плагинов, начиная от заказа чего-то в интернете, сбора данных заканчивая математика и так далее, и так далее. И на самом деле во многом роль в эпоху больших моделей в том, что это очень полезный специализированный плагин, потому что можно заставить сеть модель, но это не ее работа, она не умеет запускать эксперименты на компьютере, не умеет оценивать качество модели, она просто выдаст что-то правдоподобное. Но вот залпить алгоритм оптимизации к самим моделям можно сказать, скажу пару статьей, где-то уже попробовать сделать. и второе, о чем говорят, это так называемый агентный подход, потому что сейчас все эти во многом такие полуигрушечные, почему? Потому что человек должен им задавать вопросы, говорить, что-то сделать, но не выдают какой-то ответ, то есть это интерактивный вариант чат-бота, где-то он хорошо годится. Ну, когда нужно что-то уточнить, чем-то человеку помочь, ну, бывает. А вот когда нужно что-то сделать, как, например, нужно сделать хорошую модель, подходящую конкретные данные, то общение в таком режиме сеть будет довольно-таки бесполезно. Мы будут им поставить задачи и получить этот результат как оптимизировать. И вот агентный подход состоит в том, что сеть с одной стороны может самой себе задавать какие-то вопросы и получать ответы, с другой стороны использовать специализированные помощники. Это образует некоторый цикл. Когда мы выдаем начальную постановку задачи, а далее языковая модель пытается итеративно получать решение, сама его критиковать, уточнять, используя доступные ей средства. И вот здесь получается не то. Последнее дообучение. Это фактически этап дополнительного обучения на общих данных, на однажды данных ориентированных, поэтому хоть не небольшого объема. Здесь, к сожалению, дообучению пока можно подвергнуть только те модели, которые открыты. Сейчас ГПТ, и тем более, ГПТ-4, от ОПМИ какие модели не относятся. для ГПТ, есть у них, кажется, какой-то веб-интерфейс для обучения, закрытый. Для ГПТ-4 вообще до обучения пока доступна только сотрудникам этой корпорации. Но даже те сети, в лесах которых открыты доступны, можно подвергнуть такой процедуре и, соответственно, сделать уже не универсальную сеть, которая на все вопросы в мире отвечает, а ту, которая отвечает на вопросы с крепкой предметной области, крепкой и так далее. Тоже большое применимость для автоматического машинного обучения, автоматического модерирования, сильно получить. И вот здесь уже, подходя к концу моего выступления, это говорить о некоторых работах, которые уже есть по интеграции автоматического машинного обучения и языковых моделей. Первая работа буквально на днях откомпликована. Здесь применяется вот как раз этот самый подход, когда у нас есть набор метапризмиков, описывающих данные, называемая карточка данных, и набор метапризмиков, описывающих модель. И что мы говорим языковой модели? Что у нас есть такой-то набор данных, так-то описыванный, мы не можем передать в языковую модель сами данные. Вернее, можем, но она ничего не поймет, потому что это непоследовательность. выборка с множеством точений, она строки там независимы, и за счет этого языковая модель их переводить не может. Но мы можем задать последовательность признаков, сказать, какая у нас есть модель, что мы используем, и попробовать решить эту задачу. восстановление гиперпараметров по тому опыту, какие она видела примеры, как для такого типа моделей, такого типа данных применялись гиперпараметры. Может даже давать описание архитектуры, описывать, какие попытки она делала. И вот тут как раз конкретная задача частная настройки гиперпараметров, по поломастрам авторов решается достаточно эффективно. Но, естественно, тут речь не идет о словах ансамбля, поисках, их структуры, это скорее что это вообще в целом может работать. Есть большая экспертная работа по тому, как они подбирали признаки модели, но тем не менее можно практически в тех, кто в режиме общаться с ГТТ и получать полезные с практической точки зрения результаты. То есть с точки зрения большей дружелюбности автоэмерии для пользователя это большой шаг вперед. Есть такие автоэмерии зеро-коуд, ноу-коуд, ноу-коуд, возможность общаться и получать результаты, но это все-таки другой шаг, где, наверное, существует большая аудитория, где это будет очень востребовано. Неровные сети обсуждали, что есть задача поиска их архитектуры. И вот тут тоже в связи с этой статье применен очень интересный гибридный подход. где, с одной стороны, авторы обнаружили, что большие языковые модели, они даже брали не последнюю версию ГПТ, просто ГПТ-3, они, потому что они смогли ее дообучить на некоторой выборке с архитектурой, она очень хорошо дорабатывает существующие архитектуры, вот как раз на основе этого подхода, это когда мы часть свое скрываем от сети, языковой модели, и двоими восстановим. Это восстановление часто лучше, чем другое. Но теперь нужно какой-то начальный вариант. Начальный вариант отлично гидирует эволюционный алгоритм. И они что сделали? Они их ценили. Эволюционный алгоритм несколько коллегий стрещивает, мутирует, отбирает, оценивает пригодность, строит некоторые подходящие под конкретную задачу варианты нейронной сети, а потом происходит этап доработки с помощью ГПТ. ГПТ меняет часть слоев, если результат оказался лучше, эволюция используется для следующих поколений, и так далее, и так далее. И вот такой замкнутый цикл, он показал очень качественные результаты, получилось лучше, чем у существующих порядков. Но есть забавный нюанс. Он состоит в том, что они тестировались на трех или четырех задачах, которые являются стандартными бичмарками в мире центра качества нейронных сетей, например, цепара, и маршнет, если вы слышали, то есть это конкретные наборы данных, и на самом деле нейронная сеть эти наборы, все варианты моделей для этих наборов уже видела. Тут забавно, что увидев вот эти миллион вариантов, она может улучшить, но тут это чисто в виде мета обучения. Большая языковая модель уже увидела, как множество, множество, множество людей решала конкретные задачи, и смогла для этой конкретной задачи предложить чуть-чуть лучшее решение. С одной стороны, результат интересный и впечатляющий, с другой стороны, если у нас будет новая задача, которую университет никогда не видела, то тут, наверное, эффективно их будет чуть-чуть потуже. И напоследок пару слов про ГТП-4, самую передовую модель, которая сейчас в открытом доступе есть, ну, полуоткрытым, потому что доступ платный, дорогой, сильно ограниченный по числу запросов, но тоже они попробовали для всех тысячах для его применить, вежливо обращаясь к сети, что, пожалуйста, предложи на основе текучего варианта какой-то вариант структуры нейросети, соответственно, ГТП-4 генерирует код на Python, который это реализует, дальше, снаружи, оценивается качество модели, и технические среда отвечает ГТП-4, что у этой модели качество на 2% лучше, чем у начальника. Попробуем предложить еще лучше. И вот такой вот цикл, по их словам, тоже позволяет вот для этих точековых асетов, пусть на пару процентов, там это нормальное улучшение, потому что уже десятки тысяч людей на процент и на процент и на процент что можно, это объяснить подробный контекст. Если это сделать, то такой общий обоптенный позволяет какие-то специализированные задачи и это дает огромный потенциал развития мета-обучения, которые планируют заниматься в рамках машинного обучения, потому что позволяет очень сильно сочетать плюсы от двух миров. Мира больших моделей, которые учатся на всех данных и решают многие задачи, которые конкретные задачи решают, но хорошо. Если их объединить, то кажется, будет гораздо лучше, чем каждый из них один. Вот эти формулы вежливости, please, adjust, это обязательно? Или это, так сказать, это правила игры, или это влияет на точность? Если без please, просто предложим. Это привычка, мне кажется, нет? Без please, безусловно, можно. Но здесь уже начинают играть нюансы обучения моделей. Обучалась она в интернете, брала данные скайба, где кто-то грубо просит сфинь архитектуры решения для какой-то задачи, а кто-то просит вверхлево с хорошей английской грамматикой. И весьма вероятно, что на вверхлевые вопросы были лучшие ответы. Вот так. Да. Ну, это такое полушабанство, не то, что какое-то математическое обоснование, но опытные промп-инженеры, так называемые инженеры формирования запросов, часто предлагают пытаться писать как человек, ну, там, множество нюансов, можно объяснять сети, какую роль она играет, и так далее, и так далее. Именно для того, чтобы из всего гигантского данных, на которые сеть обучалась, бралась именно та часть, которая нам кажется более качественной. Это понятно, что в интернете огромное количество чужих, в том числе в области настроения нейронных сетей, и мы хотим, чтобы сеть использовала ту часть своего интеллекта, которая была обучена в том, что говорят люди разбирающие. Вот интересно сравнить различные степени обращения, можно еще более вежливо в углу, плиз, не были бы вы так любезны, и посмотреть, может она еще лучше. Да, к счастью, или к сожалению, в области взаимодействия с большими языковыми моделями множество таких полумагнитетских нюансов, потому что, я думаю, никто в мире не может сказать, кто полностью понимает, почему такие модели ведут себя так или иначе. Сейчас огромное количество экспертов этой области ведет самые разные эксперименты, как профессионалы, так и любители. Есть множество примеров, скорее, из области психологии, как можно убедить сети, дать какой-то ответ, который компания OpenAI запресила давать в соображении политской реакции. Вот можно с помощью психологических букв обмануть всем и дать ответ. Возможно, если психологический брюк, и что-то доставить и РТМР, и будет сохраняться, осталось на самом деле на этом примерно все. Если резюмировать, то есть прекрасные РТМР решения, и те, которые в нашем университете делают, и те, кто из дизайна пределы, они хороши, эффективны. Если вы занимаетесь ML и не пользовались AutoML, попробуйте. Это несложно и, можно сказать, неожиданно эффективно и удобно для вас. Работа вас точно не лишит, потому что лучше всего AutoML работает в США не с успехом. Узкое место может быть долго, медленно, но надеемся, что Meta AutoML, будучи доведенным до такого же строения открытой библиотеки, свободной для использования разных знаков, это узкое место хоть немного, но характере. есть идеи на основе уже, можно сказать, хорошо зарекомендовавшихся метков графических неровностей, обучения с подкреплением, но и революцию больших языковых моделей инновировать нельзя. Даже в такой узкой области, где, казалось бы, числа, предметные знания и так далее, уже то, что есть, пусть и не в полностью развитом доступе, позволяет работать хорошо. И, скорее всего, следующее поколение даст нам здесь необычные новые результаты. И я, как институт в области автоматического машинного обучения, планирую очень активно пробовать это использовать, но здесь множество нюансов под как раз ограниченностью доступа, поэтому надеюсь, что те усилия Сбера, Яндекс в области создания открытых моделей, которые нам свободно доступны, увенчаются еще раз в этом направлении чего-то, что можно использовать и для таких задач, как обучение. Спасибо. Спасибо за интересное ответ. Значит, я задам вопрос, потом узнал в чат. Просто приведите, пожалуйста, пример, на металлопедности машинного обучения есть какие-то ренчмарки, вот такие вот задачи, то, что называется, классические, на которых сравнивать, потому что очень тяжело формализовать сравнение одного метода, одного подхода другого, да, можно, наверное, только решая одинаковые какие-то задачи, есть какие-то там, вот, называемые распознания какое-то, все картины кого-то там увидеть, еще что-то. Есть такие классические, то, что называется, задачи в области, на основе которых сравниваются различные подходы. да, есть, для задач классификации рейсин табличных данных есть для задач прогнозирования есть удобный абатер называется М4, которое принято сравнивать. Коллеги из полтехно недавно сделали бичмарт открытый для выявления аномалий, раньше такого не было, и, ну, в областях поиска текстур неровных сетей, бичмарки и так далее, и так далее, в чем основная проблема, к чему часто недостаточно на них сравниваться. Первое. Эти бичмарки в открытом доступе это плюс, но это и мин. Так как все уже знают задачи, всегда возникают за древнимателем. Да, можно заранее пытаться найти ответ и настроить все решение так, чтобы именно на бичмарке оно работало лучше. Это не особо решаемая проблема, ничего страшного в этом нет, просто важно не ограничивать бичмарку. А другое, возможно, начать с методом первого, получается, что в бичмарках такие задачи, и, по сути, гонка идет за какие-то доли процента, что делает почти невозможным получение какой-то реальности статистической иначимости. А древнимателем они, большей частью, статистичные. Запустив 10 раз, получим 10 раз на объект. Три не похожи на друг друга, остальные не похожи. И вот, судя по докладам, коллег из той же лаборатории искусственного интеллекта от мира, они тоже пробовали свой бичмар делать, совместно с Open Data Science. Они как раз его не делали общедоступным, делали в этом интерфейсе для работы с ним, чтобы не утеплить данные, которые исходят. Ну вот, по их опыту, практически нет статистической разницы даже в таком бичмарке между существующими решениями. Поэтому, в своих статьях мы, ну, безусловно, сравниваемся, получаем уровень, ну, как видим, часть задачи, лучше стоит, как заработать. Где так хуже, потому что, ну, несколько универсального алгоритма. Но дополнительно всегда берем какие-то задачи из промышленности, потому что, возможность в таком-то промышленном наборе данных за меньшее время, чем конкуренты, получить лучший прогноз, но это уже само по себе хорошо, потому что это решает какую-то реальную насущную задачу. Полпроцентной бичмарке – это хорошо, но вряд ли кого-то убедить какие-то наши продукты. Полпроцента или полпроцента И второй у меня вопрос. Просто как у человека, который первый раз не понимал, что первого служба даже знает. Некоторые, наверное, не все-таки существующие коммерцины. И тогда начал разбираться и погружаться, потом не занимался просто именно с учредения как задача математической оптимизации. Это очень быстро, чем я занимался на тему управления, где же устроить алгоритмы backpropagation настройки узловых функций. Тогда это были S-образные сегмульные функции backpropagation был такой псевдоградиент алгоритм и все правильно что-то изменилось в этой структуре нейронных сетей с тех времен. вот это позже было даже на слайде как распространить ошибку с последнего ряда на последующие слои. есть какие-то результаты здесь уже другие алгоритмы настройки слои. Это основное изменение за последние лет в 2015 состоит в том, что глубокое обучение придуманное и раньше стало вытеснительно реализуемым, то есть мощь железа стала такая, что появились специализированные большинство специализированных слоев, глубокое обучение не столько потому, что слоев много, их и многословий а в том, что слои специализированы и появилась концепция обучения представлений, когда неровные сети очень хорошо какие-то сложные неочевидные признаки извлекаются данными. Ну и есть известная проблема затухающих ингредиентов, когда как раз ингредиентное обучение глубоких моделей не особо состоятельно. Здесь найдены некоторые алгоритмические решения в сторону того, как логику и далее немного улучшить, чтобы для очень больших, очень сложных сетей это работало. Ну и вот дополненная с доступностью огромного количества обучающих данных это, на мой взгляд, и дало ту самую революцию, которые мы пожинаем в последние годы. Там множество идей в области трансформеров и так далее, но это, на мой взгляд, скорее частности, а вот эти вот три основных составляющие позволили развитие тех неровных сетей, что были в 90-е годы, а того, что есть сейчас. Коллеги, у тебя вопросы из зоны, вопросы из чата, из зума в присутствующих. Есть ли вопросы? У меня уточняю еще один вопрос, если позволите. Николай, вот то, что Владимир Олегович как раз говорил про свой предыдущий опыт, я хотел бы спросить, а сейчас, на данный момент, кто является, ну вот если мы говорим про мета, AutoML, кто является, ну условно, кто задает сейчас фронтир с точки зрения научных команд или с точки зрения глобальных корпораций в этой области. Ну, я бы сказал, что сейчас именно доступны для реального использования все-таки достаточно посты решения в области Meta-FTM есть Apter-Speaket Learn, Apter-Speaket Learn 2, ну сложно сказать, что они задают фронтир. Есть много интересных исследовательских работ, но они, нельзя их просто взять и упреплинить для решения готовых задач, это скорее научный результат. Поэтому сейчас фронтиры профилактического машинного обучения скорее задают не мета-подходы, а что-то более близкое к классическому. Как они снижают время оптимизации, обходят бутылочное горлышко, обходят тем, что сильно зарубают пространство поиска, выбирают несколько типов моделей, которые для числа работают очень хорошо, там их по-разному ансамблируют ну и находят решение. Для частных задач, обычно простых задач, это работает хорошо. Для более сложных задач это недостаточно, поэтому мы и начали реализовывать несколько альтернативных подходов, где проблема сложности решается иначе. У гугла много наработок в области мета-обучения. У обучения очень широкого смысла, поэтому здесь в зависимости от выбранного направления есть свои лидеры. а вот если сейчас говорить про GPT, связку с GPT, то есть вы показали, что это как бы, то есть возможно, собственно, этим занимаются несколько групп и так далее, то есть это не, то есть как бы в профессиональном сообществе это действительно какая-то хот-топик, или как нам объясняли, допустим, что в целом ну как бы та революция, тот хай, давайте так скажем, который GPT сейчас задал, он на самом деле в профессиональном сообществе, да все понимают, что там как бы, ну, ничего такого критически нового там, ну, не было, просто к этому все шли. Ну, с одной стороны, безусловно, понимают, что критически нового, о чем невозможно было помыслить, нет, хотя результатами все впечатлены. С другой стороны, это все-таки поиск тайпа, которому каждый хочет прицепить свой вагончик, и статья, где OptiMate плюс GPT, она будет цитироваться очень хорошо. Тут скорее неожиданно, что были получены, ну, пусть на базовом уровне подтверждения концепции, очень интересные результаты, можно ли ими сейчас реально воспользоваться, скорее нет, а, из-за ограниченности доску по конкретным сетям, и так далее, б, ну, потому что все-таки показаны примеры, что это хорошо работает на тех данных, о которых все не знают. А, вообще, я для чего-то реально применил и запретил на это соревнование, ну, пока не подемонстрировано, очень интересно, если кто это покажет и делает инструмент, который можно, хотя бы, перестал запустить в первом этаже. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, если еще вопросы, в чате у нас есть вопросы? Можно я задавал? Да, конечно. Он, собственно, примитивный, относительно любезный, но я давно знаком с фреймворком, и мне рассказал недавно о нем своей знакомой, и она задала мне этот вопрос, и я уверялся, что ответил. А название «Педот» как было выбрано? Ну, во-первых, это красивое русское имя. В целом, здесь нет какой-то именно расшифровки, мы специально не стали идти по пути аббревиатуры, ну, в духе всего решений Алиса, и так далее, и так далее, не делать хоть зубодромительную аббревиатуру, а кто-то цепляет этот слух, ну, и интересующие слушатели, если человек задался вопросом, почему «Педот», ну, наверное, ему уже интересно. Есть, опять же, комический принцип, что незнакомый нам гражданин из, кажется, Индии, написал, научпоп статью как фреймворд, и придумал какую-то свою расшифровку, что-то там про «Federated Learning», решил, просто знакомый ничего не означает, мне кажется, друг будет накрыть вам соответственно. Спасибо. Во-первых, это, кстати, вам. Есть еще вопросы? Нет? Надо еще раз поблагодарить. Спасибо. 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 Теперь можно выпить кофе. Продолжить неформальное общение. Спасибо. Мы пошли. Алексей, спасибо. Без кофе, да? Всего доброго. Спасибо. 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 Игорь Негода. Господин. Спасибо. Могу. Игорь Негода.